Да, да, здесь очень много, если вы... Горячие часы для Ивановича, нарыхтовщика со стажем, что день настают напроконцы прационного дня. Основанный наплыв клиентов, каля 30 человек, назирается миновито вечером. Не осуть мясовое усе, что соспело и что собрали за день у садах и огородах. Собираю ягоды, помогаю маме огурцы выбирать, капусту резать, вишню собирать. Если цены хорошие, то сдаем. А кошты, как и тенденция на сданную продукцию, дыктуя на дворье. За ведро соковитых и спелых ягод мужчина самого вишневого края региона Индуры отримал каля 50 тысяч рублей. Зарубкам задоволены, хоть и сподевался на большевашкое потяжение кишени. Нарыхтовщики парыруют, калясь пякота не спаде, на днях ценник значно подрасте. Мы достаточно активно закупаем и огурец, как я называла, и капусту. С опережающими темпами к уровню прошлого года, потому что овощи в этом году пошли гораздо раньше, чем в прошлом году. Ну и активно стараемся реализовать эту продукцию в торговой сети, на рынках и работаем по отгрузке на экспорт. Вот в текущем году мы на экспорт отгрузили уже три машины огурца. Белорусские Огороднина и Садовина активно идут и на экспорт. Самая продаваемая культура – черницы. Знову же, за надворья поколь планы нарыхтовщики не выконвают, а лесподяются на доброзавшливость небесной канцеляры. Черники у нас закуплено уже порядка 300 тонн. Планируется, вот с завтрашнего дня уже приступаем к первым отгрузкам. Следующие экспортные позиции – это будут грибы. Ну пока вот, конечно, из-за погодных условий немножко сдерживаются объемы сдачи. Но я думаю, что не ниже уровня прошлого года, в прошлом году мы заготовили около 1000 тонн черники. Мы выйдем на эти объемы. Жневень традиционно самый активный период для нарыхтовщиков. Насильство на приконце лета почне сдавать яблыки и бульбу. Объемы на приемку этих дорог, огородов и садов значительно важкие. А значит, из-за робок у кишених родинцев будет шувальны.